Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Ford Galaxy. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнем мы, как всегда, с двигателей. Моторов у Galaxy в разное время, до и после рестайлинга 2010 года, было множество. Бензиновые, объемом от 1,6 до 2,5 литров, мощностью от 145 до 203 лошадиных сил и дизельные агрегаты от 115 до 200 лошадиных сил. Причем авторство моторов интернациональное – Ford, PSA, Volvo. У нас особо ходовым оказался бензиновый двухлитровый атмосферник Duratec HE-MI5. Разработанный совместно с Mazda мотор считается надежным. Его репутацию в ранних версиях лишь отчасти подпортил масложор. Позже проблема отпала. И вообще между нами дизельных машин на вторичке немного. Дизели надежны, если не пренебрегать осторожностью на заправках. Их слабое место – топливное оборудование и турбина. Стоит до 600 условных единец. Если приглянувшаяся вам машина прошла 100 тысяч километров, это серьезный повод обратиться за диагностикой к специалисту по дизелям. В целом же по этим моторам нужно быть готовым к преждевременным заменам сажевого фильтра. Проблемы могут возникнуть с клапаном EGR и TNVD. Наверняка напомнят о себе и форсунки. Бензиновые моторы тоже вполне надежные. Однако на многих из них при значительных пробегах – более 100 тысяч километров – может потребоваться замена гидравлической опоры двигателя. Выбор трансмиссии едва ли уступает моторам. Это шестиступенчатая механическая коробка передач, шестиступенчатый автомат Aisin и робот с двойным сцеплением PowerShift, который в итоге вытеснил автоматическую коробку передач с рынка. А жаль, машину с роботом мы бы не рекомендовали к покупке. Благополучный ресурс PowerShift не превышает 100-150 тысяч километров, хотя ходовые характеристики иной раз впечатляют. Переходя к кузову, стоит признать, что с рыжей болезнью он справляется неплохо. Это, правда, по большей части касается металла, тогда как лакокрасочное покрытие особой прочностью не блещет. К тому же есть жалобы на антикоррозийную обработку днища. По электрике в целом все тоже неплохо. Вопросы к электронике возникают редко, однако некоторые жалуются на разрушающуюся на морозе изоляцию проводов, от чего страдает проводка. Это, пожалуй, на сегодняшний день самая распространенная проблема поддержанных Galaxy. Например, вдруг отказывает система управления вентилятором, как следствие перегрев двигателя и отказ кондиционера. А вот качеством отделочных материалов салона и его шумоизоляцией Вэн напоминает бюджетник. Так отзываются от своих машинах некоторые владельцы. Пластик отделки передней консоли теряет внешний вид уже через 5 лет, хотя сидения сопротивляются времени более удачно. Считается, что подвеска слабых мест не имеет, как в плане надежности, так и комфорта. Например, стойки стабилизатора могут выстоять до 80 тысяч километров, а втулки – до 100 тысяч. Однако машина тяжелая, и со временем в первую очередь это проявляется износом наконечников рулевых тяг. Остальные проблемы можно считать регламентными. Так что в итоге можно признать, что Galaxy S-Max, несмотря на ряд специфических причуд, весьма неплохой выбор для своего класса. Машина лишена фатальных недостатков. Для нее свойственна отличная управляемость и комфортность подвески. И еще один плюс – сравнительно недорогие запасные части. Двигатель При выборе машины с пробегом обратите внимание на состояние двухмассового маховика. Его неисправность проявляется в вибрации рычага коробки передач на холостых оборотах. Бензомоторы боятся масляного голодания. Цепи привода ГРМ у них, за исключением 1.6 Экобуст, тут ремень, ходят по 250 тысяч километров. Смена ремня через 80 тысяч километров. Трансмиссия Автомат и механика достаточно надежны и не требуют к себе пристального внимания, кроме замены масла раз в 80 тысяч километров. Сцепление с механической коробкой передач ходит до 150 тысяч километров. Однако специалисты не рекомендуют выжимать из сцепления полный максимум. Это может спровоцировать износ и последующую замену двухмассового маховика. Подвеска Амортизаторы, опорные подшипники и шаровые ходят по 100-120 тысяч километров. Сайлент-блоки, подшипники ступиц и шрусы могут прослужить все 150 тысяч. Заднюю подвеску придется ремонтировать раз в 100 тысяч километров. Из-за сложности ремонт может показаться дорогим. Регулировка развала схождения задних колес каждые 20 тысяч километров – необходимость. Кузов Металл кузова хорошо держит удар коррозии, но и у него есть слабые места. По отзывам, коррозия чаще всего проявляется на порогах, на кромках дверей и под резиновыми уплотнителями. Страдает от рыжей выхлопная система. Нередко на форумах в интернете можно встретить жалобы на слабое и неэффективное антикоррозийное покрытие днища автомобиля. Электрика Со временем в электросистеме могут возникать различные сбои, вплоть до возгорания главного модуля управления. Впрочем, это не редкость. А вот такие отказы, как сбои в работе блока управления климатической системы, отказ обогрев лобового стекла или выход из строя компрессора кондиционера вполне в порядке вещей. Перед покупкой все надо проверять. Ну а если вы являетесь владельцем Ford Galaxy, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!